Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Чем живут скульпторы, художники и жонглеры? Глава Самары Елена Лапушкина посетила творческий дом 77. 40 тысяч самарцев стали самозанятыми в 2020 году. Какие меры поддержки они получат? Тихие убийцы. В Самаре участились случаи отравления угарным газом. Как избежать трагедии? Больше пространства для творческих людей. Резиденты дома 77 готовятся расширить свою территорию и сделать ее более привлекательной. Здание на Ленинградской было отдано в аренду людям творческих профессий 6 лет назад. Здесь размещаются столярные, гончарные, художественные мастерские, а также танцевальные, вокальные и фотостудии. Сегодня культурный арт-лофт оценила глава Самары Елена Лапушкина и вместе с резидентами обсудила план будущего улучшения культурного центра. В ловких руках Андрея Ханова тяжелый стеклянный шар словно детский мячик. Этот магический ритуал носит название «контактное жонглирование» и натренирован спортсменом за 7,5 лет. Почему называется «контактное»? Потому что шар все время находится в контакте с телом человека, который делает это. Андрей и его коллега Роман – резиденты 77-го дома на Ленинградской уже 5 лет. Ребята заняты не просто любительским спортом. Ежегодно они участвуют во всероссийских соревнованиях, устраивают слеты для единомышленников и тренировки по профессиональному жонглированию для всех, кто хочет научиться правильной координации движений и ловкости. Большая часть четырехэтажного здания, в котором жонглеры арендуют зал, практически занята. Порядка 70 офисов – это аудитории и залы для художников, скульпторов, музыкантов и танцоров. В данный момент мы нуждаемся в помещении, в большом помещении, зале, где можно проводить выставки, какие-то лектории и так далее. Кинопоказы, может быть, концертная площадка, так как у нас много помещений, но они все маленькие. Встреча резидентов «Артлофта» с главой Самары давно планировалась. Ребята подготовили для мэра города ряд проектов, которые позволят улучшить территорию многофункционального культурного центра. Также собравшиеся обсудили вопрос об организации ярмарочной торговли и реализации сувенирной продукции мастеров. Сейчас ее продажа осуществляется через интернет. Я надеюсь, что эти вопросы будут решены. Такое очень положительное и яркое впечатление. Мне нравится их открытость, мне нравится их дружелюбие, мне нравится то, что они воплощают все самое лучшее, что должно быть в молодом человеке. Яркость, талант, желание жить, желание творить, желание развиваться – все это есть в тех людях, которые являются резидентами этого дома. Проект по улучшению пространства «Артлофта» предполагает благоустройство территории внутри двора, где зимой можно будет покататься на коньках, а летом посидеть в тени деревьев в уютном кафе. Также в планах ребят – организация кемпингов «За Волгой», где профессиональные художники, мастера и спортсмены смогут поделиться своим бесценным опытом с жителями Самары. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События. В Самарской области за минувшие сутки зарегистрировали 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в регионе на сегодняшний день – 37 444. Такие данные в четверг опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 272 человека. Всего с начала пандемии из больницы выписались 34 528 пациентов. 152 нарушения требований Роспотребнадзора предпринимателями выявили в Самарском районе города с начала пандемии. Рейды специалисты отдела потребительского рынка проводят ежедневно. На что проверяющие обращают внимание в первую очередь, выяснила Лариса Шалафаст. Администрация Самарского района осуществляет мониторинг объектов на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил. В один из ресторанов Самарского района пришли проверяющие. Специалисты отдела потребительского рынка смотрят, как заведение соблюдает требования Роспотребнадзора. Разметка, наличие масок у сотрудников и посетителей, наличие дизаров, наличие устройств для обезваживания воздуха, ну и заполнение журнала, контроль температуры. Рейды по магазинам, ресторанам и кафе проходят ежедневно. На территории Самарского района находятся 562 объекта потребительского рынка. С начала пандемии их проверили более 4000 раз. С начала года выявили 15 нарушений требований Роспотребнадзора. Они направляются в управление гражданской защитой для составления протоколов. Есть уже два нарушения, которые по повторности направлены в суд. Есть одно судебное решение. На один из объектов потребительского рынка вынесен штраф в размере 200 тысяч рублей. Проверки соблюдения масочного режима продолжаются во всех районах Самары. Использовать маски и перчатки горожанам обязательно не только в магазинах, ресторанах и торговых центрах, но и в общественном транспорте. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Средняя зарплата медиков за 8 лет выросла в 2,5 раза. В России могут отменить транспортный налог для владельцев экологичных автомобилей. 79 миллионов рублей получили самарцы в качестве президентских грантов. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Средняя зарплата медиков в России за прошлый год выросла, несмотря на пандемию и сокращение выручки от некоторых видов услуг. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая в Совете Федерации. По его словам, с 2012 года средние зарплаты врачей и медсестер выросли в 2,5 раза. Сыграли свою роль и на отбавке за красную зону. На дополнительные выплаты медицинским работникам в прошлом году направили 230 миллиардов рублей. Впрочем, по мнению специалистов из счетной палаты, если не учитывать доплаты за работу с коронавирусными пациентами, средняя зарплата медиков по итогам прошлого года могла сократиться на 15%. В России могут отменить или снизить транспортный налог для владельцев экологичного транспорта. Это один из способов снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от транспорта в атмосферу. Такая практика уже существует в ряде регионов. Также Минэкономразвитие предлагает предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра и прорабатывает возможности стимулирования производителя экологичных машин. В России могут уменьшить размеры провозимого багажа на 20%. Об этом заявили источники в авиакомпаниях. В Минтрансе отметили, что вопрос требует дополнительной проработки, поэтому окончательного решения пока не приняли. Инициативу направили в Росавиацию. Пассажиропоток в Самарском аэропорту за год упал почти в два раза. Если в 2019-м услугами Курумыча воспользовались почти 3 миллиона человек, то в 2020-м году только 1 миллион 700 тысяч. На внутренних направлениях наибольшее падение продемонстрировали рейсы в Москву. Объемы перевозок упали на 46%. Рост трафика показали рейсы в Минеральные воды, Челябинск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи и Анапу. В Самаре подвели итоги первого в этом году конкурса на президентские гранты. Общественникам удалось привлечь на реализацию своих идей максимум средств – 79 миллионов рублей. По этому показателю регион стал первым в Поволжье и вторым в России. Своим успешным опытом участники поделились с коллегами, поскольку новый конкурс стартует уже в феврале. Подробности в следующем сюжете. В первом списке проектов этого года, получивших финансирование по президентскому гранту, оказалось 57 некоммерческих организаций. И на свои идеи им удалось привлечь 79 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд среди регионов Поволжья и вторая строчка в рейтинге по России. Дмитрий Шипуля трижды брал президентский грант. В этом году выступает в качестве эксперта. Делится опытом с новичками. Дмитрию есть чем поделиться с новыми участниками. Он занимается общественной деятельностью 30 лет. Говорит, что самое главное – не бояться неудачи и пробовать. Прежде чем выиграть, сам Дмитрий подавал заявку 18 раз. Для тех, кто никогда этого не делал, нужно обрести некую внутреннюю уверенность, что это не боги горшки обжигают. Можно, собственно говоря, спокойно подать эту заявку. Пусть даже не выиграть, но нужно еще и еще раз подавать постепенно совершенствование. Николаю Страшнову, директору Самарского музея фотографий, президентский грант позволил расширить географию проекта. Благодаря финансированию самарские фотоснимки могут увидеть в разных уголках России. Это реальная поддержка финансированием любых проектов. Причем очень разнообразные. Можно проекты подавать на любую тематику. И это очень замечательно. Причем конкурс открытый. Никакой коррупции, как уже говорилось. И очень удобно подавать такие заявки. Ирина Хандина представляет ТОС «Победа» с проектом о компьютерной грамотности для пожилых людей. На семинаре Ирина планирует узнать все тонкости, чтобы успешно подать заявку. Все собрания общие на домах проходят в онлайн-режиме. Этому тоже нужно всему обучать непосредственно людей. Многие молодые не знают, а пожилые тем более. Заявку на очередной президентский грант общественники могут подать до 15 марта. Все условия на официальном сайте конкурса. Официальный курс доллара на 22 января 73 рубля и 37 копеек. Доллар прибавил одну копейку. Евро 88 рублей и 97 копеек. Европейская валюта потеряла 18 копеек. Нефть марки «Брент» 55 долларов и 65 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. С выше 40 тысяч самарцев зарегистрировались как самозанятые в 2020 году. В качестве бонусов – лояльная налоговая система и бизнес-кейс с мерами региональной поддержки. Как помогают самозанятым в Самарской области и какие сферы стали самыми востребованными у самарцев, расскажет Мария Левина. Экономист по образованию и художник в душе Анна Курдыш. До недавнего времени девушка работала в банке, но никогда не упускала возможности взять в руки кисть. В прошлом году решила превратить хобби в основной вид деятельности. Зарегистрировалась как самозанятая и открыла студию детского творчества. Сейчас на занятия к ней ходят более 50 малышей. Мне очень понравилась сама вот эта программа по самозанятым. Что ты платишь налоги только если получаешь доход. И не нужно платить какие-то определенные выплаты в тот же самый пенсионный фонд или еще куда-то. Поэтому это очень удобно. То, что у тебя это приложение «Мой налог» всегда в телефоне, ты всегда можешь что-то там написать, сразу отобразить доход. Самозанятых приравняли к предпринимателям с начала 2020 года. И на сегодняшний день их зарегистрировано в регионе свыше 40 тысяч. Самая популярная сфера, которую выбирают самарцы – сфера услуг. Например, такси, строительные бригады и салоны красоты. Пандемия тоже внесла свой вклад в развитие предпринимательства. Все больше самозанятых переходит в онлайн. Например, репетиторы. Для людей, решивших развивать свое дело, подготовлен большой кейс поддержки. Помимо специального налогового режима, это и образовательные лекции, бесплатные консультации юристов и бухгалтеров, а также льготная аренда офисов в бизнес-инкубаторах. Бизнес-кейсы или кейсы для самозанятых, которые включали в себя комплекс услуг стоимостью порядка 25 тысяч на одного самозанятого. И включали в себя и оформление соцсетей, и услуги по маркетингу, и консультации юридические, фотосъемку, еще ряд других услуг. У нас было более 300 заявок, и более 40 предпринимателей, самозанятых, получили эти кейсы. Услуги оказались популярными, поэтому в 2021 году самозанятые также смогут на них претендовать. В планах государства подготовить отдельные программы для начинающих бизнесменов. С этого года регион поддержит самозанятых и финансово. Мария Левина, Григорий Плешаков, События. В Самаре участились случаи отравления угарным газом. Только за три недели нового года пострадали 13 человек, из них шестеро детей. Чаще всего отравление происходит из-за нарушения эксплуатации газового оборудования. Коварство угарного газа в том, что его нельзя обнаружить. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Как предотвратить беду, уберечь себя и близких, и что делать при первых симптомах отравления? Ответы на эти вопросы в репортаже Ольги Павловой. За полувековую историю существования дома 21А по улице Чернореченской не было зафиксировано ни одного отравления угарным газом. Практически в каждой квартире этого жилого дома установлены автоматические колонки. Так безопаснее, утверждает Марина Штыкова, и на всякий случай держит окно чуть приоткрытом. Помещение, где присутствует газовое оборудование, нужно проветривать дважды, а то и трижды в день. Приходят, все проверяют, и колонки, и счетчики регулярно, каждый год оповещают. Я считаю, что это правильно, потому что все-таки это очень опасное оборудование, и за ним нужно правильно ухаживать, смотреть. Только за три недели нового года в Самаре было зафиксировано пять эпизодов отравления угарным газом. Пострадали 13 человек, из них шестеро детей. В случае отравления участились с приходом в город минусовых температур и морозной погоды. Одни жители плотнее закрывают окна, другие предпочитают отапливать квартиры при помощи газовых плит. И то, и другое, по словам специалистов, делать категорически запрещено. С другой стороны, человеческий фактор далеко не всегда повинен в случаях отравления продуктами горения. Многое зависит и от обслуживания газовой компании. Техническое обслуживание либо не проводится газовое оборудование, либо проводится ненадлежащим образом, не сертифицированными специалистами, не в назначенное время с нарушением периодичности, соответственно, это тоже влияет на безопасность. Открывать двери таким не сертифицированным специалистам уже устали жители по улице Вольская, 44. Не так давно угарным газом в этом доме отравились два человека. К счастью, люди вовремя среагировали и вызвали скорую. Обошлось амбулаторным лечением. Правда, теперь жильцам дома Повольской, 44, приходится готовить себе еду на электрических плитках. Газовики отрезали часть трубы и подачу газа до выяснения обстоятельств происшествия. Каждые две недели у нас ходят и ходят, и ходят, и ходят, обманывают. Где-то что-то заменят, деньги сдерут, и все на этом, толку нету. Головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах и слезящиеся глаза – это явные признаки отравления угарным газом. При таких симптомах необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Даже если у вас есть сомнения в том, что причиной такого самочувствия стал газ, в некоторых случаях наблюдается вялость и сонливость. Могут отмечаться нарушения работы вестибулярного аппарата, потери равновесия, координации движений, расстройства слуха и зрения. Необходимо пользоваться только исправным газовым оборудованием, следить за системой вентиляции дома. Особенно это касается тех, у кого установлены пластиковые окна. А сейчас у нас у большинства у кого пластиковые окна. И все им известно, что если пластиковые окна установлены без вентиляционных отверстий, то зачастую это может быть причиной отравления угарным газом. В управлении МЧС в очередной раз напоминают, отапливать квартиры при помощи газовых плит нельзя, несмотря на суровый минус на термометрах. Для этих целей лучше использовать обогреватели, электрические полы и кондиционеры. Морозы так или иначе уйдут, а вот жизнь человеку дается лишь однажды. Ольга Павлова, Василий Калдашов, События. В регионе выпустили первые карты жителя Самарской области. Это банковская карта национальной платежной системы МИР с приложением, с помощью которого можно оплатить проезды в общественном транспорте Самарской области. Получить скидки на товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях, ставших партнерами проекта. Использовать электронные сервисы взаимодействия с государственными и муниципальными организациями. Поручение выпустить карту жителя Самарской области дал глава региона Дмитрий Азаров. Массовый выпуск планируется на конец апреля-начало мая 2021 года. В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как был подписан указ о переименовании города Куйбышева в Самару. Имя революционера-красноармейца областная столица носила 56 лет. Активистам-историкам потребовались годы, чтобы вернуть Самаре историческое название. Как это было, вспомним вместе с Еленой Чернявской. Переименовать город – это что-то нереальное для сегодняшнего времени, когда споры идут о переименовании скверов, не говоря уже об улицах. А в 1991 году переименовали целый город, наш город. А ведь более 50 лет губернский центр носил имя государственного деятеля Валериана Куйбышева. Это событие стало отправной точкой в новой истории города на Волге. И пошла такая волна. Десятки, сотни писем, в основном за Самару. Потом очухались те, кто был против Самары. Развернулась полемика. Ульяновск, Тольятти, Чапаевск. Наши соседи периодически поднимают вопрос о возвращении прежних названий. Но то ли это неактивно делают, но до сих пор сделать этого не удалось. А в Куйбышеве в конце 80-х годов развернулась целая масштабная кампания. 12 членов общественного комитета «Самара» на протяжении 4 лет вели нешуточную борьбу за переименование Куйбышева в Самару. Ну что вы делаете? Тут колбасы не хватает. Водку дают по талонам. А вы тут какие-то заумные вещи придумали. Мы вновь прикоснулись к живым родникам истории. Мы восстановили историческую справедливость. В 1989 году группой активистов был образован общественный комитет «Самара», который поставил перед собой задачу довести процедуру возвращения городу, его прежнего имени, до логического конца. Возглавил комитет писатель Андрей Павлов. А еще в его состав пошли профессор госуниверситета Петр Кабытов, крывет Александр Завальный, заведующий отделом культуры газеты «Волжская заря» Владислав Князев и другие общественные деятели города. Всего 12 человек. Давайте попробуем создать комитет, общественный комитет, и будем бороться до тех пор, пока не вернем Самару. Все поддержали это предложение. Мы разработали план, мы распределили, кто за что отвечает, и дали друг другу, ну, клятву-не клятву, слово, что комитет будет продолжать свою работу до тех пор, пока Самара не вернется на карту России. «Самара! Самара! Самара! Самара!» Активную позицию в переименовании города заняли и простые жители. Это студенты, рабочий класс, общественность. На протяжении четырех лет в комитет приходили люди, искренне предлагая свою помощь. Город делится на несколько частей. Вот есть Куйбышевский район, за Самаркой. Есть историческая часть, и в этой исторической части три района – Железнодорожный, Самарский и Ленинский. И там живут потомственные самарцы, самарчанки. Так вот они были все за Самару. Такое ощущение, что я должен жить в Самаре, а не в Куйбышеве. И поэтому, когда эти слухи пошли, я был однозначно на стороне тех, кто хотел вернуть историческое название. Несколько месяцев шли творческие встречи родному городу, родное имя, музейные выставки по истории Самары, пикеты, публикации в газете. И активисты решили, что пора притворять идею жизни. В Самаре в этом году планируют возвести памятник купцу Константину Головкину. Какой будет скульптурой, где ее установят, решат жители на открытом голосовании. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Константина Головкина. В историю он вошел как меценат, художник, краевед, архитектор, основатель Самарского художественного музея, первоавтомобилист и велосипедист, директор яхт-клуба, фотограф и успешный купец. День объятий сегодня отмечает вся планета. Он был учрежден в 1986 году. Основная идея – обнимать родных чаще и дольше. До пандемии в этот день проходили флешмобы с плакатами «Обниму бесплатно». Гульфия Сафина выяснила, как объятия влияют на здоровье человека. Я так счастлива, что готова обнять весь этот мир. Обнимашки – тема для кого-то покажется простой и даже несерьезной. А вот у экспертного сообщества на этот счет свое мнение. Давайте узнаем его, ведь сегодня Всемирный день объятий. Этот неофициальный праздник учредили более 30 лет назад на другой стороне Земли, но дата очень быстро перешла все государственные границы. Тактильный язык взаимоотношений понятен и приятен почти каждому, без ограничений по возрасту и цвету кожи. Более того, он жизненно важен, уверены медики. В человеческом организме очень много чувствительных клеток. Они называются клетки Меркеля равнее, но они расположены по всему телу. И когда мы воздействуем на них, то по афферентным волокнам в головной мозг идут импульсы, которые стимулируют выработку таких гормонов, как серотонин, дофамин – это гормоны счастья. Стимулируется еще и местный иммунитет. И через местный иммунитет стимулируется и общий. Вот поэтому это важная часть. Четыре объятия в день помогают выжить, восемь чувствуют себя уверенно. Более десяти пробуждают энергию для развития, считают ученые. Доказано, что дети, воспитанные в семьях, где принято обниматься, более успешны. Они быстрее и легче адаптируются в социуме, лучше учатся в школе и менее подвержены депрессивным состояниям и болезням. Однако объятия – объятию рознь. Есть объятия, которые формальные, которые приняты в социуме, тогда, когда нужно обняться, но больно-то не хочется. Это вот так. Вот так вот, когда мы друг к другу сильно-то не подходим, ну или можно подойти, но все тело напряжено, и руки тоже. Мы похлопали друг к другу и разошлись. Но нам нужны теплые, настоящие, отдающие эмоциональный положительный посыл другому человеку объятий. Именно такие обнимашки и запускают процессы исцеления организма, объясняют эксперты. От нормализации уровня гемоглобина в крови и снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний до снятия головной боли и даже депрессии. Я считаю, что это вообще такая повседневная вещь бытовая, которая, по сути, должна присутствовать в жизни каждого человека. То есть, если можешь поделиться объятиями с тем, кому это нужно сейчас, а сделай это, было бы здорово, если бы этого было больше. Но опять же, отслеживайте, кому это действительно нужно, не навязывая. Дело в том, что не все люди любят и хотят обниматься, объясняют психологи, и это тоже нормально. Ведь мы – представители северных наций, которым свойственна сдержанность. Впрочем, широта души – это тоже про нас. Вы любите обниматься и почему? Конечно, люблю. Это обмен радости, допустим, если это счастливая ситуация. Ну, я не знаю. Вот приятно. С кем обнимаемся? Со своими близкими, с любимым, с друзьями. Кого обнимаете? Всех, кто дома. Это показывает любовь друг к другу. Когда родных встречаем, всегда мы очень рады, обнимаемся, целуемся. Это очень хороший праздник. Даже во времена пандемии, уверены специалисты, не стоит пренебрегать тактильной поддержкой в семье. Разумеется, если нет больных с симптомами гриппа и ОРВИ. Одинаково полезны объятия с любимыми людьми, братьями, меньшими и даже самим собой. Обнимашек много не бывает, объясняют эксперты. Наверное, поэтому в мире не один день по этому случаю. Отмечают дату также 15, 22 июля и 4 декабря. Но сегодня масштаб планетарный. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и на наши официальные страницы в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!